Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Спонсор сегодняшнего видеоролика компания Титан. Кратко о предыстории. Как-то снимал видеоролик, тестировал в нем клей пены различных производителей, собираясь делать ремонт своей мастерской. Ну то есть собирался утеплять свою мастерскую и эти клея тестировал на экструдированном пенополистироле. Было там много комментариев, почему не участвовал клей Титан в этих тестах. И даже кто-то там предлагал что-то там выслать, но в тот раз так никто ничего и не прислал. Да, и в этот раз пошел уже по более простому пути, связался с представителями Титана и взял на тесты пену-клей из 13. Это именно та пена, которая предназначена для приклейки утеплителя. Ну и как бонус еще очиститель пены. Не пытайтесь настраивать изображение в мониторах, не думайте, что землетрясение, просто камера стоит на высоте 4 метров и я утепляю второй этаж. На первом этаже я клеил пенопласт на материал от основит коверплекс 117. Вопросов к нему нет. Да, и вот даже первый ряд второй этажа делал. Но штукатурно-клевыми смесями есть свои трудности. Ну а именно, вот смотрите, я же сказал, что я на высоте 4 метров. У меня тут узкая дорожка, леса всего лишь в две доски тут у меня стоят. Ну и здесь каким-то образом наносить клей на листы пенопласта это еще то испытание. Конечно, клей можно замешать и внизу, да, потом его сюда поднять наверх. Ну вот, когда стоишь вот на вот этих двух дощечках, как-то тут еще корячится, пытаться намазывать валики клея, какие-то липушки делать, потом извращаться с пенопластом, приклеивая его к стене. Ну, это еще то удовольствие, тем более, когда ты работаешь один. Да, если бы работали в два человека, либо были мне тут слоя достаточно тонкие, вообще вопросов нет. один человек нанес там клей, крючком зацепил пенопласт, я веревкой поднял, прилепил, так я дом и делал. Ну, вот здесь так не прокатывает, видите, слой мне очень толстый, но так как стену у меня тут монолитом заливал, на первом этаже я как-то что-то у меня получалось старался, здесь уже и самому как-то надо было висеть, и опалубку останавливать, ну, в общем, о былых трудностях не будем сейчас распространяться, вот смотрите, в итоге-то теперь у меня получаются идеально ровные стеночки, ну, и такая стена будет и здесь. В прошлый раз я уже показывал, как вот выйти из положения, если у тебя большие сильно перепады начинаются по стенам, а у тебя лишь пятерка пенопласт в данном случае у меня вот с той стороны окна там перепад, прям хороший такой перепадик, ну, и кроме как вот таким образом выйти из положения, я не знаю как, либо надо пенопласт более толстый, потом как-то его резать навскосую струной, либо вот так крепить сначала липушки, а потом эти липушки уже будут прикреплены к стене. Заранее я приклеил этот пенопласт, 10 минут уже прошло, он хорошо держится, и можно теперь этот лист пенопласта клеить на стену. В комментариях неадекватные люди писали, что так делать нельзя, надо сплошняком покрывать, надо тут чтобы пустот не было, а то тут грибок заведется, и вся такая там байда. Хочу поправить этих диванных критиков, вот так делать можно. Тут главное что, по периметру пенопласта создать валик, чтобы каждая пенопластина, которая будет здесь стоять, имела закрытый контур. Если контур будет закрыт со всех сторон, ветер гулять не будет за пенопластом, то есть как он может гулять, где-то подсасывать его будет в самом низу, и по всей стене он будет сквозить до потолка. Вот тогда этот пенопласт это только для красоты, как утеплитель он работать не будет. Если же контур здесь будет полностью закрыт, это работает как утеплитель. При этом разницы нет. пенопласт вот так поставлен такими ляпушками, а потом приклеен клеем, либо это из клея, ляпушки такие сделаны. Тут все упирается лишь в одно, в толщину, которую может выдержать клей. Если клей титановский из 13, можно наносить до 3 сантиметров, это условно 3 сантиметра, это 3 сантиметра за слой. Если подождать, чтобы он немножко подсох, схватился, данный клей быстрой фиксации, то можно нанести еще один слой, и он будет работать как приклеивающийся. Я правильно объясняю? Понятно? С цементом же раствором так сильно не поиграешь. Можно ляпушку сделать 4 сантиметра например. Там чуть не угадал по консистенции и вот ты переворачиваешь лист вертикально, жидкий раствор падает. Густой не падает, но он и не приклеивается. Ты его приляпываешь, он к стенке и назад. В принципе не держится. Как ограничитель потом он работает, если вовремя прихватить здесь дюбелями. А вот приклеиться к стенке он не может. Тогда приходится дополнительно протыкать дырки, запускать пистолет и пеной делать какие-то липушки. Так, ну и что? По-моему, я тут уже разболтался. Ролик к концу движется, а я еще не приклеил ни один лист. Давайте сейчас пену на пистолет и будем клеить. Ну, то есть я буду клеить, а вы будете смотреть. Перед работой хотя бы 30 секунд пену надо встряхнуть. Отсюда у меня продолжает еще лезть пена. Нейтрализуем ее. Ну, и быстренько надо накрутить. Накручиваем баллон пистолетом вверх. На лесах неудобно тут и показывать, и снимать, и работать, но я постараюсь. Пену нужно нанести здесь быстро, ну, в течение минуты. Вот тут такая встреча на Эльбе двух производителей. но я думаю достаточно. Ждать здесь ничего не нужно. Сразу пенопласт ставим на место. Надеюсь, видно. гвоздиками вот такими гвоздиками сразу фиксирую низ. Здесь я вот эти гвоздички вставляю в торец пенопласта. Тем самым вот этот закрепленный лист у меня не уходит никуда от вертикали. А вот эта стена у меня уже вертикальная. осталось только проверить вот эту стену. Ну и конечно проверим длинным правилом. погрешность может набежать. Ну в общем-то все четко. По поводу вот таких щелей. Видите? Я жарю. У меня тут стены неровные после монолита. Где-то пятидесятку пенопласт ставил. Где-то вот сороковка. Вот эту щель можно сразу заделать клеем. Чтобы улучшить этот контур пистолет помещаю прям в глубину. подним наружную шва заделываю. Не надо бояться что клей немножко вылезет, его потом можно подрезать. Еще есть плюсов, вот смотрите, этот я же только нанес сюда клей, ну два раза только прошелся туда-сюда, по лесам, а здесь уже, смотрите, уже клей схватился, лист пенопласта уже держится, никуда не падает, ну то есть если бы мне вот тут что-нибудь кривой пенопласт был или что-то еще в этом роде, или нужно было чуть-чуть придержать, чтобы пенопласт остался на своем месте, и вот видите, клей уже готов, вот этот вот зеленый, ну мне приходилось там по 12, по 13 минут ждать, а титан из 13, ну очень быстро фиксации, хотя видите, клей здесь не сел, вот этот валик, чтобы был нанесен трехсантиметровый, макушками прилип, прихватился, но его тут явно надо немножко добавить, и можно уже следующий лист лепить, после того как заделал здесь вот сверху, я же помню, что у меня здесь всего лишь три перемычки, которые приклеивают пенопласт по центру, поэтому еще добавлю немножко клея под пенопласт, для этого прям пистолетом сразу прокалывает, прокалывает аккуратно конечно, чтоб носик не разбить от бетон, носик пистолета, на этом пожалуй видео буду заканчивать, все что хотел показать показал, надеюсь многие оценили, быстроту монтажа утеплителя на клей пену, ну тем более на клей пену, быстро схватывающуюся, нет не так называется, быстро схватывающийся клей из 13, для теплоизоляции, по цене мне кажется это схоже, с цементным штукатурно-клеевым составом, да, только смотрите, ничего не надо перемешивать, ничего не нужно поднимать на второй этаж, нанес пену на лист пенопласта, приставил ее, подождал 3 минутки, поправил и можно идти за следующим листом, не скажу, что очень плохо пользоваться штукатурно-клеевыми составами, в них есть своя прелесть тоже, знаете, вот эта масса, ты когда к ровной стене прям приставляешь, все, там совсем ничего не нужно ждать, приставил и уже наносишь клей на следующий лист, но вся заморочка вот в этих высотных работах, здесь со смесью с цементной, ну, сильно не попрыгаешь, ну, ладно, что, не буду уже дальше расхваливать ни одних, ни других, всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии, а я ненадолго с вами прощаюсь, всем пока, и снова здрасте, вернулся, вернулся, еще тут пару моментов, хотел же показать, смотрите, по расходу, по расходу, на что хватило одного баллона, раз, два, три, четыре, пять листов, пять, пять листов, при этом, смотрите, у меня же тут супер повышенный расход, вот, видите, мне приходится сначала подклеить, вот, дополнительные пенопластовые полоски, и только после этого весь лист клеить, так, здесь не видно, конечно, но вот эти листы точно так же, под ними сначала, по периметру полоски пенопласта, и только после этого весь лист подклеен, к тому же, с этого баллона, вот, мне хватило, и все швы пропенить, и вот там, на примыканиях, где какие-то дырочки остались, тоже все пропенил, так бы, конечно, хватило бы, я думаю, ну, минимум на 8, минимум на 8, максимум на 9 квадратных метров, ну, то есть, на 9 листов, метр на метр, и еще, так как этот клей быстро схватывающийся, вот, смотрите, прошло 2 часа, пена полностью застыла, тут мне еще осталось, что, раз, два, три, четыре, пять, не полных 5 листов приклеить осталось, и можно сразу, не спускаясь вниз, срезать пену торчащую, брать перфоратор, сверлить и дубилироваться, в этом, конечно, пена выигрывает, ну, и теперь, пожалуй, это вся информация, которую я хотел дать, еще раз пока. Субтитры создавал DimaTorzok